А вы в курсе, что в Лазаревском районе Сочи нет очередей в детские сады для малышей от 3 до 7 лет? Ну а в целом же по городу нехватка мест в дошкольные учреждения все еще ощущается. В своей очереди в детсад ждут порядка 5000 детей от 3 лет. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но сегодня в нашей программе мы поговорим о так называемой перекличке очередников в детские сады, о безопасности, о едином госэкзамене. Ну и обсудим еще целый ряд тем, которые затрагивают отрасли образования. Ну и сегодня гость нашей программы – начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня стали гостем нашей программы. Начать наш разговор хотелось бы с темы, которая сегодня волнует многих мам и пап – дошколят. Это объявленное управлением по образованию проверка очередников в детский сад для подтверждения данных детей. Для чего нужна эта перекличка и что вообще это за проверка? Мы актуализируем очередь. Я еще раз говорю, что не становятся второй раз в очередь наши детки. Ни в коем случае мы просто перепроверяем данные для того, чтобы провести корректно электронное комплектование. Дело в том, что с 2013 года через МФЦ подаются заявления на получение путевки в детский сад. С 2015 года есть возможность подать через госуслуги. Все время регламентные данные были разные. Для того, чтобы сейчас привести все в норму, а ни в коем случае не для того, чтобы какие-то утерянные данные восстановить. Нет, не для этого мы проводим эту работу. Нужен законный представитель ребенка – мама или папа, ну или опекун. И в обязательном порядке оригиналы документов – паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, а также документ, который подтверждает льготу, если таковой имеется. Насколько я понимаю, эта проверка не займет ни один, ни два дня, но люди, тем не менее, спешат успеть вот сейчас. До какого числа можно еще пройти и сверить эти данные? Да, прошу не образовывать очереди в управлении. Вы сможете сделать такую актуализацию вплоть до 31 марта. В приемные часы – это вторник, среда с 14 часов и до конца дня, а также четверг с 10 и до 13 часов. На одного человека работа занимает, наверное, от 5 до 7 минут. Причем, если это время окажется родителю неудобным, у него четко фиксированный график работы, мы предлагаем записаться предварительно по телефону 264-7156 и прийти в удобное время. До 31 марта ждем всех, мы успеем все сделать. Да, благодаря вашим разъяснениям, я думаю, что теперь будут точно в спокойствии все родители дошколят. А вот что касается вообще очередей в детские сады, раз уже зашла речь, насколько вообще остро сегодня стоит этот вопрос в городе Сочи и как решают его городские власти? Это большая проблема. На сегодняшний день в очереди состоит 20 тысяч детей, и из них от 3 до 7 лет – это 5 тысяч почти 200 человек. В детских садах сейчас у нас воспитывается 25 тысяч детей, из них почти 23 тысячи – это детки от 3 до 7 лет. То есть на сегодняшний день констатируем факт, что дети, которым исполнилось 3, 4, 5, 6 лет, не все попали в детский сад. Шестилетних детей, конечно, берем всех даже с переуплотнением. Переуплотнение в наших образовательных организациях составляет почти 24%. Несмотря на все предпринятые усилия, а мы строим ежегодно и школы, и детские сады, очередь в детские сады, и сменность в школах не уменьшается, а увеличивается. За последние 4 года плюсом у нас прибавилось 15 тысяч дошколят, а школьников почти 20 тысяч. Что делается сейчас? 84-я школа к 1 сентября открыла свои двери. Это школа на 400 мест с детским садом на 60 мест. Идет строительство двух больших блоков по 400 мест каждый к 15-й гимназии и 82-й школе. И начато строительство 7-го детского сада на 280 мест в поселке Хоста на улице Октября. Завершается строительство 4-го детского сада на Мацесте на 120 мест. Это то, что делается в нынешний момент. В следующем году мы продолжим достраивать эти объекты. А кроме того, уже готовы документы и поданы в край. Очень надеемся, что нам удастся реализовать эти проекты и войти в программу. Пристройки к школам 23 и 11 и строительство школ на Мамайке, на Красной Поляне и в Эмеретинке. Это большой комплекс образовательный с детским садом на 360 мест и с бассейном. Кроме этого, у нас готов проект на капитальный ремонт здания на Макаренко 8А. В настоящий момент оно относится к 6-й гимназии, это здание. И там будет, по сути дела, новая школа. Также мы подали в край проекты на 3 больших блока к детским садам. 19, 35 и 53. Насколько я знаю, в Лазаревском районе вообще нет очередей детских садов. Как в других районах обстоят дела и где наиболее остро все-таки проблема ощущается? В Лазаревском районе для детей от 3 до 7 лет очереди нет. Детки сразу попадают в детский сад. От 2 до 3 лет пока, конечно, очередность сохраняется. И в Лазаревском районе в том числе. В Адлерском районе, начиная с 4 лет, все дети тоже обеспечены детскими садами. Самая тяжелая ситуация в центре и в Хосте. Именно в Хостинском районе, не в самой Хосте, а в Хостинском районе, самые напряженные такие микрорайоны. Это Бытха, Светлана, улица Фабрициуса, Мацеста. Дело в том, что именно в эти районы наблюдается наибольший приток жителей. Да, те, кто переезжает в Сочи на ПМЖ. А все-таки мы поговорили о детских садах. Вы сказали, что переуплотнение где-то 24%. А что касается школ, много ли сегодня школьников за партами? Знаю, что в некоторых классах больше 40 человек. Все-таки за партами в школах всем наверняка хватает места? Конечно, у нас другого выхода нет. Мы всех обеспечиваем местом в школе, но не всегда это место в первой смене. К сожалению, большому порядка уже, наверное, 18% у нас детей обучается во вторую смену. При том, что классы очень высокой наполняемости. Там, где мы строим пристройки, там, где мы строим новые школы, практически все дети занимаются в одну смену. Ну, как, например, повезло в Совет Кваджи, как, например, повезло в сотой школе. Будет здорово и в 15-й гимназии, и в 82-й школе. Маленькими шагами, но мы идем к намеченной цели. Да, это видно, действительно. Ну, и хотелось бы теперь поговорить о перспективах создания казачьих школ в каждом из районов города. Такую задачу поставила администрация Краснодарского края. Как решают городские власти эту задачу? И какие школы уже определены для того, чтобы стать уже казачьими полноценно? Мы живем в Краснодарском крае, и, конечно, наш казачий компонент воспитательный немаловажен. Это возможность воспитать по-настоящему патриота, который любит свою родину большую, свою малую родину. Мы на сегодняшний день принимаем в казачьи классы в 49-й и 28-й школах в Адлере, в 9-й гимназии в Хостинском районе, в 78-й и 81-й школах в Лазаревском районе. Десятая наша школа уже носит статус казачьей. За право называться казачьей школой борются 78-я и 81-я школы в первую очередь. Дело в том, что статус казачьей школы получить не так просто. Помимо изменения программы, образовательной программы школы, необходимо еще иметь и 50% классов казачьей направленности. Конечно же, все делается только с согласия родителей на добровольной основе. Мы сегодня имеем 27 классов в городе казачьей направленности. Это порядка тысячи человек детей. Но также есть группа казачьей направленности. Около 2000 ребятишек воспитываются в 158 группах. Мы не только школы казачьей направленности имеем, у нас также есть и сад казачьей направленности. Во всяком случае, 83-й детский сад в Хосте, в поселке Хоста, борется за такое наименование. Господин атаман, отряд казачат детского сада, номер 83, встреча готова. Вице-губернатора края и атамана кубанского казачьего войска Николая Далуду встречают выпускники казачьей группы 83-го детского сада. А уже внутри – те ребята, которых казаки будут посвящать в конце сентября. Они размещаются в отдельном здании. Здесь все, как в настоящей казачьей хате. Предметы быта, домашняя утварь. Дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества, изучают кубановедение. Не только с воспитателем, но и с настоящим казаком-наставником. Возвращаясь к вопросу о том, не рано ли мы начинаем, я скажу вам, мы, наверное, еще поздно начинаем. Потому что в казачьих традициях воспитание казака, казачки, начиналось с трехлетнего возраста. Все, что ребенку дается, дается в среднем до пятилетнего возраста. И все, что заложено в этот период, у него будет на протяжении всей жизни. Еще одна часть программы – основы православия. На территории сада даже есть небольшая часовня – храм в миниатюре со всей атрибутикой. Идти в группу казачьей направленности никто не заставляет, рассказывают Николаю Далуди родители. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуру региона становится только больше. В группе прошлого года было порядка 30 казачат. В новом наборе уже более 40. Духовная составляющая, традиции, история, патриотизм. Да они лучше нас взрослых, некоторые вещи там или какие-то нюансы. Правда, очень интересно. А потом это в семью превозносится. Казачья группа в детском саду – явление уникальное для края, отметил вице-губернатор. Сочинский опыт должен быть обязательно распространен по всему региону. Такого детского садика, честно говоря, я нигде пока не видел. И, собственно говоря, в таком детском садике я не бывал еще. Поэтому я буду, где бы я ни был, я буду всегда приводить пример в плане организации вот этого казачьего обучения вот в этом сочинском детском садике. Задача для Сочи на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом районе города. Пока же в Сочи 27 казачьих классов и 77 групп. Это почти 2,5 тысячи детей. С 2010 года существует группа казачьей направленности – это старшие дошколята. Порядка 350 человек уже было выпущено из этой казачьей группы. Это дети, которые адаптированы, адаптированы к школьной жизни. Осуществляется преемственность, конечно, между дошкольным и школьным образованием. В основном дети идут в казачьи классы. Это ребята, которые имеют четкое понятие о дружбе, справедливости, о том, что существуют правила какие-то, по которым они должны жить и общаться друг с другом. Каждый день исполняется гимн Российской Федерации, гимн Краснодарского края. Поднимается флаг, у детей есть наставники из казаков. По-моему, прекрасная группа, в нее очень стремятся попасть и родители, и дети. Только по заявлениям родителей. Казаки выполняют не только роль наставников, казаки еще и охраняют наши школы. И вот хочу поговорить о безопасности образовательного процесса. Как сегодня защищены наши школы? Знаю, что и в преддверии учебного года была проведена просто колоссальная работа. Расскажите, что сегодня с безопасностью наших учебных заведений? Мы работаем в этом направлении очень активно последние годы. В 2017 году, к концу года, в декабре, было проведено категорирование образовательных организаций. И на основании этого акта был разработан паспорт безопасностью каждой образовательной организации. Особое внимание уделяется, конечно, физической охране. На это выделяются муниципальные средства. У нас есть 19 лицензированных охранных предприятий. Среди них и казачьи, естественно, которые охраняют наши образовательные организации. С каждым охранником проводится инструктаж. У каждого есть личная карточка. Есть форма. В обязательном порядке все охранные предприятия обеспечиваются либо ручным металлодетектором, либо стационарным. Проводится досмотр личных вещей при входе взрослых людей в образовательную организацию. Ну или при наличии подозрительных каких-то подозрительных вещей. Мы в каждой организации имеем кнопку тревожной сигнализации. И она тестируется ежедневно. То есть ее работа проверяется каждый день. Заключены договоры с ФГУ по охрану и с управлением вневедомственной охраны на обслуживание кнопкой тревожной сигнализации. Доест патруля дежурного от 5 до 10 минут в каждую школу, в каждый детский сад. Также глава обеспокоился тем, что необходимо добавить камеры видеонаблюдения. У нас в каждой организации, это, наверное, одна из немногих территорий Краснодарского края, где в каждой организации уже было видеонаблюдение. Но Анатолий Николаевич сказал, нет, этого недостаточно. Мы должны видеть весь периметр. В этом году выделено 13 миллионов рублей. И все школы абсолютно все достащены камерами видеонаблюдения. Просматривается весь периметр. И все изображения выводятся на единый монитор. И в следующем году будет продолжена эта работа. Детские сады также будут досначены камерами видеонаблюдения. Кроме этого, в учреждениях есть исправная автоматическая пожарная сигнализация. И все огнетушители заправлены. Ведется работа по освобождению эвакуационных выходов, чтобы они были не захламлены. По правилам безопасности ведутся инструктажи и с детьми, и с родителями. Мы тренировочные эвакуации проходим, конечно. Но если в безопасности школ наших мы не сомневаемся, то вызывает беспокойность безопасность наших высших и среднеспециальных учебных заведений. Особенно после октябрьских событий в Керчи. Какие проверки прошли и что они выявили? Какие недостатки? Были сразу проведены совещания совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности. Антон Николаевич председательствовал на этом совещании со всеми руководителями профессиональных учреждений, учреждений высшего образования. Межведомственной комиссией проверили все учреждения. Замечания, которые были выданы руководителям, все устранены. То есть мы можем говорить, что и среднеспециальные высшие учебные заведения тоже сегодня достаточно хорошо оснащены? Да, мы можем это говорить, но бдительность терять не надо. И каждый руководитель должен понимать, что обеспечение безопасности это его первейшая задача. Еще одна задача очень важная, это довести детей до школы тоже безопасно. Развозят многих школьников на школьных автобусах до учебных заведений. Знаю, что в этом году Сочи получил очередную партию такого транспорта. Раскрытие сколько единиц? И о создании единого центра, эксплуатации автобусов тоже уже идет речь. Что это за центр, каковы будут его задачи? В этом году совместно с Краем город купил 66 школьных автобусов по 31 месту каждый. Кроме этого, в школах есть 25 автобусов. Вот такой автопарк из 91 автобуса, конечно, надо обслуживать. Можно передать школе, но дело в том, что некоторым школам необходимо от 5 до 9 автобусов для подвоза школьников. Тогда директор будет превращаться уже в начальника автотранспортной колонны. Не имея никаких определенных знаний в этой области и учитывая то, что необходимо централизовать и сэкономить средства, решили создать при Центре по ремонту и эксплуатации наших зданий и сооружений два отдела, в которые будут входить и водители, и механики, и инженеры по безопасности, и выпускающие на линию. Работа очень тяжелая. Сейчас мы на баланс берем эти автобусы. Транспорт закупал, помогал нам. Спасибо большое департаменту транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас мы берем на баланс, страхуем, ставим тахографы и организуем это предприятие. Из муниципального бюджета выделяются деньги на то, чтобы содержать вот эту часть предприятия Центра по ремонту и эксплуатации. Автобусы с яркими красивыми наклейками появятся на дорогах Сочи в апреле следующего года. А пока они даже без номеров находятся на стоянке в муниципальном автопарке Сочи Автотранс. А выйти в рейс сейчас не получается. Необходима процедура оформления документов. Проводится обследование маршрутов совместно с сотрудниками ГИБДД и службы дорожного хозяйства. Конкурсная процедура по техническому обеспечению транспорта. Оформляются также паспорта готовности. Всем этим занимается Центр по ремонту и эксплуатации образовательных организаций, который недавно создан. Мы ищем, конечно, профильных специалистов, транспортников, специалистов по безопасности дорожного движения, специалистов, которые будут координировать деятельность, связанную с выпуском автобусов на линию, с арендой стоянок, площадок. Нам сегодня их нужно пять. Пока мы имеем в наличии договоры по трем площадкам. Планируется взять на работу 100 водителей для специализированных школьных автобусов российского производства. Это всем знакомые пазики. В них 31 место с ремнями безопасности. Школьные перевозки будут организованы с обязательным сопровождением взрослых. Логистические схемы разработаны. В Сочи в новом году будет обеспечен подвоз на учебу 6 тысяч детей. Средства на покупку школьного транспорта выделены из регионального и местного бюджетов. А в целом на приобретение автобусов край затратил 340 миллионов рублей. Новые автобусы появились в 12 районах края. Всего более 120 половины из них по просьбе главы города Анатолия Пахомова досталось в Сочи. Уже позади половины учебного года. Скоро начнется пора ЕГЭ. И допуском на единый госэкзамен уже очень много лет, уже по-моему 4 года, является итоговое сочинение, которое все школьники уже написали в начале декабря. Что это за экзамен? И может быть уже результаты какие-то известны? Как сочинцы справились с этим тестированием? Вы совершенно правильно сказали. Допуском является сочинение к итоговой аттестации. 5 декабря писали 2176 человек. Это сочинение, вернее четверо из наших выпускников писали изложение. Один человек писал на дому по медицинской справке. Именно на дому ему был организован пункт проведения экзамена. Выбирали из пяти тем. Темы дети услышали за 15 минут до начала, уже находясь в аудитории. Больше всего понравилась тема о том, всякая ли мечта достойна человека. Мы уже проверили сочинение. И понимаем, что 85 человек не справились с этой задачей. Надо было всего лишь получить зачет или не зачет. Но не так все просто. Там несколько критериев, конечно. Один человек был удален с сочинения за использование справочных материалов. Это учащийся в 8 гимназии. Все, кто пропустил 5 декабря возможность написать сочинение из наших выпускников. Все, кто не справился, 85 человек, и был удален вот этот один учащийся выпускник. Они все могут повторно написать сочинение 6 апреля. Но если и тогда не произойдет это замечательное событие, то еще 8 мая дается возможность написать итоговое сочинение. В любом случае его надо осилить, потому что без него к итоговой дистанции в 11 классах дети допущены не будут. А 85 человек это много или мало из общего числа 2175 школьников? Поняла ваш вопрос. Это больше, чем в прошлом году, если интересуют сравнительные данные. Но это не так плохо, как казалось бы. Что это означает? Почему увеличилось количество получивших незачет? Во-первых, естественно, объективность процедуры стала строже. И мы констатируем, что объективность действительно присутствует. И второе, тщательность проверки, это то, на что обращал внимание Рособорнадзор по итогам прошлого года. Дело касается не только Краснодарского края, а вообще обращались ко всем. Мы приняли все это к сведению, изменили свою работу. Дети подготовятся и напишут хорошо. Итоговое сочинение, мы в этом уверены. А что вообще касается ЕГЭ, много ли у нас стобальников? И обычно много ли тех, кто не справляется с этим видом тестирования? В 2018 году у нас было 14 стобальников. Это стобальники по русскому литературе и химии. Русский нам дает ежегодно наличие стобальников. Молодцы наши учителя по русскому языку и литературе. Если сравнивать с 2017 годом, то было 13 стобальников. Но приблизительно в тех же цифрах мы и остаемся всегда. Но это аномальные результаты. Как не сдача ЕГЭ, так и получение 100 баллов. Только аномально хорошие или аномально плохие. Я бы смотрела по высокобальным результатам. Тут у нас хорошая динамика. Спасибо большое учителям поработавшим. Потому что практически тысяча человек из наших выпускников, а у нас их было 2000, написали единый государственный экзамен по каким-то предметам, каждый по-своему, от 80 до 99 баллов получив. Это хороший результат. Замечательно. До ЕГЭ у нас еще полгода. Можно еще подготовиться успеть. А вот до Нового года остается буквально две недели. Что касается новогодних утренников. Пройдут ли они в стенах школы, новогодние утренники, елки? И какой досуг организован для школьников на период новогодних длинных каникул? Обязательно пройдут новогодние утренники. Они, конечно, начнутся городскими. 23 декабря парад сказочных персонажей будет проходить по улице Новогинской. Конечно, утренники участвуют, безусловно. А с 24 числа, это понедельник, начнутся масштабные новогодние акции, мероприятия, утренники, спектакли в наших учреждениях. Они готовятся собственными силами, силами преподавателей, старшеклассников. Это всегда умилительно, здорово, весело, с подарками, с конкурсами, с елками и хороводами. Да, и запоминается на всю жизнь обычно. Но кроме праздников, которые пройдут в школах, будут же еще и праздники на нашей самой главной сцене города, в Зимнем театре. 28, 29 и 30 декабря пройдут елки главы. И около 3000 школьников, одаренных, а также школьников из малообеспеченных семей, из сельских школ, получат билеты от отрасли образования. Вообще, хочу сказать, что пройдет, конечно, много елок. 12 елок главы, очень большое количество детей сможет их посетить. Да, будет весело. А что касается новогодних каникул? Новогодние каникулы у нас, как всегда, страда. Это рабочая пора для учителей, для классных руководителей. Все рабочие дни являются действительно рабочими. Если в школе 29 число – это уже не рабочий день суббота, то 29 все равно школа работает, будут организованы мероприятия. А также 3, 4, 9, 10, 11 января школы будут работать. Спортивные залы, библиотеки, компьютерные классы, масштабные мероприятия в школах, спортивные, интеллектуальные направленности, выезды классов за пределы школ, то, конечно, по приказу директора школы будут проводиться. То есть каникулы будут не только интересными, но еще и познавательными. Да. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна, что пришли и так подробно ответили на все наши вопросы. Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Спасибо огромное. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова